Так, ну давайте начнем тогда основную лекцию. Итак, я надеюсь, вы помните о том, о чем мы говорили в прошлый раз. О том, что есть у нас какое-то уравнение Шрейдингера, которое нам позволяет, используя определенные подходы, достаточно большой набор упрощений, добиться того, чтобы у нас с вами мы могли посчитать энергию любой конфигурации атомов в пространстве и, соответственно, даже из этого сделать какие-то заключения. То есть это подходы, в принципе, имеющие название об инишу. И, если честно, то исходное уравнение предполагает себе наличие такого еще параметра, как время. Но мы пока время с вами не рассматривали, мы считали, что у нас ядра статические, и вокруг них надо оптимизировать какую-то электронную плотность. Естественно, что мы даже с вами что-то прикидывали, что сколько нужно базисов для того, чтобы посчитать базисных наборов, какой должен быть базисный набор для того, чтобы посчитать нековолентные взаимодействия. И там действительно у нас оказывается очень много их. И если, например, не меньше 10 на атом, если помнить такое 631г выражение, то у нас получается, что для некоторых аминокислот количество этих функций должно быть достаточно велико. Поэтому, чтобы добиться еще хорошей точности, нужно их еще больше. Естественно, что имея в итоге 900 функций, каких-то абстрактных функций, 900 коэффициентов на одну аминокислоту, то легко себе представить, что сложность задачи для вычисления какого-нибудь более-менее значимого биологического объекта будет очень высокой. И то есть никакой компьютер с этим, по большому счету, не справится. Тогда, естественно, уже давно решили, когда компьютеры были еще и слабее, использовать для тех целей другое упрощение. Когда мы представляем систему в следующем виде, что у нас нет электронов, а есть атомы в системе. Это, собственно говоря, весь этот подход называется молекулярной механикой. Не квантовой механикой, а молекулярной. Собственно говоря, что здесь происходит? В этом случае у нас те сложности, все эти интегралы, все эти электронные взаимодействия заменяются какими-то более простыми уравнениями. Естественно, эти простые уравнения имеют какую-то эмпирическую основу, то есть основанную на накопленных нами экспериментальных данных, и позволяют ни много ни мало просто считать достаточно большие молекулы. Естественно, что для этих уравнений, если это эмпирически найдены какие-то зависимости, нужны какие-то параметры. Потому что ведь мы знаем, что у нас разнообразие в мире достаточно широко, разные атомы есть, и эти параметры в этих уравнениях называются силовыми полями. Естественно, в данном случае используется другая сторона принципа Борна-Аптенгеймера, который, в принципе, выглядит так, что если у нас с вами нет электронов, то мы считаем, что электронная структура остается неизменной в зависимости от расположения атомов в данном случае. А что это значит? Это значит, что мы на самом деле не подразумеваем, по большому счету, изменение квалентной структуры молекулы. Вы сразу можете себе представить, для каких объектов это не будет работать. Какие биологические объекты меняют квалентную структуру в ходе своей деятельности? Ну а более общий класс биополимеров? Нет, квалентную структуру. Харафилл-то… он возбуждается, и все. А что с ним происходит? Как изменяется квалентный состав? Может, а рвутся? Да. Но причем при возбуждении должны рваться связи? Перестройка, да, конечно. Перестройка электронной плотности. А в чем связь должна рваться? Как электронный, если в шел какой-нибудь, то как связь останется? Останется. Такое часто бывает. Заряд появится. Ну ладно, давайте. Другие версии, кроме хлорофила. Ну оно разваливается сам по себе? Почему? Почему разваливается АТФ? Почему АТФ разваливается, как сказали? Ну, клеофиле замещение. А там, когда сам по себе? Ну, в воде это происходит или где? В воде. АТФ разваливает все, что биологически значимый процесс, развал АТФ в воде. В белке это биологически значимый процесс. В белке? В какой белок разваливает АТФ? В АТФ. А более общее название типа этих белков? А еще более общее название теле. Да. Вот. Все ферменты, естественно, в ходе своей деятельности осуществляют какие-то действия, связанные с изменением калонентной структуры. Поэтому, естественно, для таких объектов применение напрямую монокулярной механики может быть неосмысленным. Итак, естественно, то, что расчет энергии в данном случае у нас определяется, естественно, что у нас нет электронов, мы определяем энергию только исходя из того, где у нас находятся ядра атомов. Или просто сами атомы, чтобы правильно было поговорить в этом случае. Естественно, это упрощение, которое уменьшает сложность системы во много-много-много сотен раз, позволяет нам утверждать о том, что мы приходим уже для работы с большими системами. С большими с точки зрения квантовой механики, но мы же не с очень большими с точки зрения исследователя. Допустим, мы все равно не можем взять стакан воды. Вы, к примеру, можете посчитать, сколько молекул в стакане воды. Стакан 200 миллилитров. Быстрее, быстрее. Каждые 18 грамм воды — это сколько молекул? Да. А 200 грамм воды? Ну да. Поэтому, естественно, говорить о расчете стакана воды в данном случае мы не сможем. Поэтому будем говорить о гораздо меньших объемах молекул, то есть объемах ячейки. Естественно, что если все очень тщательно и хорошо параметризировано, то нередко из-за того, что молекулярно-механика использует эмпирические данные, мы можем с вами получать результаты очень хорошие, старинные с экспериментом не хуже, чем в квантовой механике. Поэтому точность молекулярно-механических расчетов зависит от качества параметризации. Вот. А это простое уравнение силового поля. Он действительно простое. И надеюсь, сейчас мы постепенно с вами с ним разберемся. Давайте только посмотрим, что у него есть две принципиальные две части. Вот то, что спалось с линиями, и то, что без линий. Как вы догадываетесь, это все, что описывает ковалентные взаимодействия, а это описывает нековалентные взаимодействия. Тут, конечно, у вас мог возникнуть куча вопросов, но я постараюсь их объяснить по ходу всей лекции. Итак, давайте начнем с того, что у нас с вами есть самая простая молекула, которая более-менее несимметрична, это пропан. В чем тут его несимметрия? В том, что есть у нас, по сути, два разных типов углерода. Правильно? Есть метильные углероды, есть этиленовый углерод. Метиленовый, да, это вы, вернее, поправили. Вот, собственно говоря, это те, у которых есть либо по два, либо по три углероды. Естественно, что и свойства этих углеродов с точки зрения их каких-то взаимодействий, механических, должны быть немножко разными. Вот, значит, естественно, что когда мы начинаем описывать этот пропан, мы должны понимать, что мы пытаемся сделать какое-то описание, которое достаточно хорошо работает именно для конкретного типа молекул. Поэтому, естественно, что если вы возьмете одни уравнения и поставите в них описание от других уравнений, у вас может получиться ерунда. Это, прежде всего, самое простое логическое рассуждение. И, естественно, то, что все эти параметры зависят от того, когда мы описываем каждый из этих атомов, каждый из этих связей, от того, чего мы хотим достичь. Ведь, по большому счету, любое моделирование делается для чего? Для того, чтобы понять какую-то конкретную проблему. И, собственно говоря, в этом случае у нас происходит оптимизация наших силовых полей или параметров. Да, кстати, давайте вернемся сюда и, к примеру, разберем верхнюю строчку. Что здесь является параметром? В верхней строчке прилагаются на выбор для первого уравнения следующие буковки. КИТ, ЛИТ, Л0. Кто из них параметры? КИТ, раз. Почему это параметры? А Л0 это параметр, потому что мы его можем менять, а КИТ и ЛИТ меняются от каждого атома. То есть мы его менять можем только Л0. А Л0 это что такое? А вам не кажется, что это несколько знакомые уравнения, нет? Это вам не знакомые уравнения? Разница, какое изменение расстояния в квадрате умножить на константу. Что это такое? В школе было. Ну ладно, в физике было, наверное, у вас в УЗИ в этом. Да, конечно, сила упругости пружинки. Естественно, что если это сила упругости пружинки, то считается, что у пружинки жесткость более-менее константа. Давайте догадаемся, что это за буковка? ТАИТ. А что такое тогда ЛИТ и Л0? Воложение. Да. Так кто? Кто из них? ТАИТ. Равновесное состояние пружинки. А ЛИТ, естественно, текущее состояние пружинки. Для каждого типа связей у нас должны быть известны КИТ и Л0. Ну и, естественно, то же самое с углами. Поэтому, как я уже говорил, что поиск этих параметров для саловых полей, естественно, он зависит от цели исследования. И, таким образом, основная цель нашего с вами исследования, это чтобы у нас была правильная структура. Правда ведь? Что чаще всего интересует тех людей, которые исследуют структуру белков? Положение атомов, чтобы сделать какие-то заключения. Изменение положения или какие-то взаимодействия этих атомов. Но чаще всего важнее всего их положение. Поэтому, собственно говоря, большинство саловых полей оптимизировано на то, чтобы воспроизводить правильное положение атомов. Так. Значит, целиком, когда мы работаем с саловым полем, у нас надо понимать, что мы стремимся сделать так, чтобы у нас, получая рабочие структуры, то, что у нас получается в результате расчета, не сильно отличался от экспериментов. Естественно, в этом случае у нас надо сделать некую экосистему из набора этих параметров, которые бы в итоге давали правильный ответ. Потому что, как вы догадываетесь, в белках достаточно много разных типов атомов и много разных типов связей. Ну и, естественно, то, что это эмпирически найденные значения. Вот простой пример. Гистидин. Это ли гистидин, да? Хорошо. Сколько разных типов азота вы здесь видите? Здесь, в принципе, это написано. 3, естественно. Давайте разберемся, почему они разные. Почему нет? Ну, допустим, вот этот азот. Чем он отличается? Ну, вот от этих, это не очень честно. Чем вот этот азот отличается от этого? Давайте разберемся. Я знаю, когда не вменяются между собой? Нет. Я бы сказала. Вот какой-то ароматический структур. Да, во-первых. Но, с другой стороны, этот входит в пептидную связь и вращение вокруг угла какой? Как этот угол называется? Фи, Пси. Да, Омега. Верно. И вокруг вращения угла Омега у нас оно запрещено. Ну, так считается, что запрещено. Может быть, два значения. Или 0, или 180. Поэтому, на самом деле, этот формально, с точки зрения общей, этот атом, он очень похож на этот, с точки зрения химии, потому что он тоже обладает всеми ароматичностью. То есть, это плоская геометрия, СП2, то есть, треугольное окружение с углом 120 градусов. Но, тем не менее, этот все-таки находится в кольце и является участником полноценной ароматической системы, в трем как этот азот не является. Поэтому они являются разными. Ну, а то, что этот азот имеет другой тип, чем этот, это очевидно, потому что нет протона присоединенного. Естественно, у него должен быть немножко другой заряд, немножко другие длинные связи, которые образуются углеродом. Да, но мы с вами только что договорились, что мукулярная механика, у нас с вами это невозможно. Правильно? У нас невозможно изменение клонетного состава. Изменение клонетного состава – это значит то, что разрыв и образование новых связей. Если это невозможно, значит, вы должны заранее подумать, в какое место поставить протон. Как быть? Просто. Естественно. Если вы хотите совсем автоматизировано? Да. Ну, по большому счету, если хотите совсем автоматизировано, то, что вам нужно сделать, это посчитать энергию системы, когда у вас протон находится в одном месте и в другом месте. Для каждого такого случая. Да, для каждого такого случая. Это, в принципе, может быть и несложно сделать, и, как ни странно, мы с вами это попытаемся сами реализовать, когда будем работать с пирозетой. То есть, сделаем цикл по всем гистидинам, будем смотреть, что остается, если их гистидин. А? Нет, цикл, это я имею в виду пройтись по всем гистидинам, объявить от гистидин либо гистидин эпсон, либо гистидин дельта. Как вы понимаете, это разные места положения протона. Считать энергию для всего белка и сказать, что из этих лучше. Это, на самом деле, не очень сложный механизм, но он действительно работает. И, собственно говоря, ведь, на самом деле, какие еще примеры подобных проблем у нас могут быть? Ну, а где там инвариантное положение протона? Потому что ведь протон нам неизвестен из рентгена. А по каким причинам он должен быть протонирован, кромоксильная группа? Ну, это значит, нужно в определенных случаях есть тоже, есть особенности. Это называется некий сервис, который вы потом можете изучить. Это ПрОПК, это ПрОПК, сокращение, которое пытается вам определить, что лучше для этого положения аминокислоты, быть протонированным или депротонированным. По большому счету, если быть честным, если говорить уж совсем об умнишем, как бы не подозреваешь, что происходит, не используя эмпирические данные, то для этого надо посчитать работу депротонирования с помощью квантов. То есть энергию, затрачиваемую при депротонировании, сравнить ее с депротонированием в воде. Собственно, если окажется, что эта энергия меньше, чем в воде, то он будет депротонирован. Если больше, чем в воде, то будет протонированным. Так, естественно, давайте теперь разберем все потенциалы, все вот эти кусочки уравнения, которые я вам рассказывал. Каждое вот это вот маленькое уравнение, там k и t пополам умножить на скобочку в квадрате, это называется потенциалом. Потенциал, почему? Потому что это компонента, используемая для расчета потенциальной энергии. Давайте вспомним, какая у нас еще может энергия потенциальной быть? Кинетическая. Естественно, потому что кинетическая энергия у нас, она появляется как результат оптимизации потенциальной энергии, должно быть очевидно. Вот это утверждение всем понятно? Что? Кинетическая энергия получается из-за того, что уменьшается потенциально. Если потенциально на минимуме, то никакой кинетической энергии у вас не будет. Хорошо. Итак, собственно говоря, по-честному любая квадратная связь, когда вы ее тянете, должна рваться. Поэтому разумное описание связи было бы вот примерно таким. Но что здесь неразумного, скажите мне? Что неразумного в этом графике? Ой, ой, ой. Да нет, ну так. Неразумного вообще сразу. А? Да. Да. Потому что меньше нуля здесь ничего нету. Что плохо. Потому что на самом деле наличие квадратной связи должно давать отрицательное значение энергии. Правильно? Вот. Поэтому давайте на это просто обратим внимание и запомним, что для себя оставим на себя в памяти то, что в принципе потенциалы в молекулярной механике, когда они все находятся в самом оптимальном положении, дают энергию ноль. И все, что отрицательная энергия в молекулярной механике, естественно, идет из нековонентных взаимодействий. То есть ковонентное взаимодействие, сумма потенциалов ковонентных взаимодействий должна при оптимальной геометрии давать ноль. А все остальное появляется у нас из нековонентных взаимодействий. Естественно, что считать, в связи с тем, что мы хотим считать все это много и быстро, считать такой потенциал часто и много тяжело. Поэтому использовать, как правило, более простой – это параболу. Естественно, что с параболой тут все, может быть, не так хорошо описывается, но тем не менее. Да, это сейчас я покажу, как оно описывается. Но давайте просто посмотрим на реальные цифры. Что у нас есть? Как мы можем с помощью параболы описать повонентную связь? Естественно, связь СС. Вспоминаем школу. Сколько у нас должна быть длина? Здесь написано, да? Это оптимальная длина. Естественно, что чем жестче пружинка, тем короче колебания. Чем мягче пружинка, тем больше колебания. Разумно ожидать, что при наличии двойной связи колебания должны быть короче. И пружинка должна быть жестче. Правильно? Хорошо. Что мы тут видим? Да, действительно. Практически даже более чем двукратное увеличение жесткости пружинки. Ну, естественно, в зависимости от типов атомов, вы можете видеть, как все это меняется. И, естественно, меняются расстояния. Так ли хорошо этот потенциал описывает реальную связь? На самом деле, не очень. Давайте посмотрим. Вот если мы попытаемся посмотреть, сравнить разные варианты уравнения, то, в принципе, можно представить себе, что это как сумма различных квадратов. То есть с разными коэффициентами. То есть разложить так называемый ряд Тейлора. Естественно, то, что чем больше у вас компонент, тем, может быть, чуть более точнее у вас получится функция. Но, тем не менее, мы видим, что у нас есть достаточно серьезные различия там, где у вас связь становится чуть меньше. Они достаточно хорошие совпадения там, где связь чуть больше равновесного значения и большие совпадения там, где чуть меньше. Поэтому просто надо учесть на будущее о том, что все подробные параметризации так или иначе уносят свои ошибки в какой-то области диапазона. То есть какую-то часть длины связи воспроизводится хорошо, какая-то воспроизводится похуже. Для валентного угла, кстати, вы сегодня все это будете делать практикуми, в принципе, история такая же, что можно описать параболой колебания вокруг двух связей. Я понятно, когда говорю, что такое потенциал валентного угла, да? У нас с вами есть две связи, между ними есть какой-то угол, плоский угол. Естественно, этот угол может колебаться. И вы сегодня попытаетесь с помощью квантовой механики определить, насколько хорошо описывает именно параболическое описание этот угол. Торсионные углы. А вот здесь у нас начинается нечто интересное. Вообще-то, какие торсионные углы нас интересуют? Вокруг каких связей? Ну, это вы упростили. Фи и Пси — это не связи. Это окружение циафатом. А какие типы связей нас интересуют с точки зрения торсионных углов? То, что может вращаться. То, что может вращаться. Какие связи могут вращаться? Одинарные. Одинарные. Хорошо. Шикарно. Некратные связи. Отлично. Значит, естественно, что это вращение имеет периодический характер. Да? То есть угол может меняться от 0 до 160. И энергия будет зависеть от того, насколько у нас с вами все сложно. Ну, а теперь давайте, если у нас все просто, на примере этана, давайте представим, сколько минимум должно быть у такой функции. Да, давайте, давайте. Заслоненные, заторможенные. Минимум должно быть 3, естественно. Если минимум 3, чему равняется n на формуле, которая есть на экране? Чему равняется гамма? Ну, естественно. Н равняется 3. Чему равняется гамма? Фаза. Если у нас торсионный угол 0, у нас что должно получиться? Заслоненная. 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 Если заслоненная, то энергия какая? Максимум. Если энергия максимум, то косинус 0, это что у нас? Косинус 0, а что это такое? 1. Единица. Шикарно. Значит, если косинус 0, 1, то гамма 0. Естественно. Смещения по фазе нет. То есть у нас энергия большая. Что тут еще можно сказать? Что, как мы с вами и договорились, ковонентная составляющая не вносит отрицательного вклада в энергию. Поэтому мы что делаем? К косинусу добавляем единичку. Правда ведь? Почему мы добавляем косинусу единичку? Потому что мы не хотим, чтобы ковонентная составляющая наших взаимодействий вносила отрицательный вклад. Мы это уже на примере связи увидели, что мы это сделать не можем, потому что получить отрицательное значение параболы мы не можем. Если мы не можем получить отрицательное значение параболы, то мы должны договориться о том, что все ковонентные взаимодействия у нас в итоге при оптиме дают 0. Соответственно, таким образом нам нужно добавлять единичку к косинусу. Теперь начинается самое веселое. Если я к этому этану добавлю в одно место по метильной группе в каждом углероду, что у нас изменится? У нас должен появиться локальный какой-то минимум, который соответствует чему? Слово. Изомер. Изомер – это слишком громко сказано. Я с точки зрения изомер хотел вам напомнить, что бывают транс и цис, расположение радикалов вокруг какой-то связи. Значит, если у нас две метильные группы подсоединены к этану с разных сторон, то у нас самое оптимальное должно быть расположение, когда метильная группа находится от друга далеко. Собственно говоря, но при этом у нас есть какие-то еще минимумы, которые говорят о том, что если метильная группа находится не очень далеко, ну в одном из других двух минимумов, да, вы поняли, что у нас возможно еще два минимума, то они будут менее выгодными, чем вот эта антиконформация. Естественно, что в данном случае нам надо это как-то нарисовать. У нас должен быть один большой минимум и два маленьких. Как это сделать? Как? Ну как эту формулу написать? Давайте. Нам нужно придумать формулу. Сумма косинуса. Все верно. Один косинус имеет n. Сколько? Один. А второй? Нет. Три. Естественно. Вот. Таким образом вы можете, собственно говоря, добиться того, чтобы у вас получилась нужная вам функция. Потому что если у вас 3,2, то это больше похоже уже на вариант для сахара. Ну потому что тут у нас, как вы доказываете, с сахаром в чем проблема? Потому что у вас есть у каждого углерода по 3 разных заместителя. Все понимают, какие. Кислород, углерод, водород. Ну, а четвертое это снова углерод. Потому что на самом деле не три разных, а два разных. Это разных типа. Итак, таким образом что у нас получается? что для описания сложных торсионных углов, когда у вас есть много разных заместителей вокруг одной связи, мы используем сумму косинусов. И, собственно говоря, это легко видно на этом примере. Так. Естественно, что количество косинусов, это может быть разное, и оно зависит от типов силовых полей. Кстати, про силовые поля вы, наверное, уже поняли, когда работали с МАПАКом. А, нет. С кем? Когда ЗУЛЕН строили, да, в разных силовых полях. Он получался по-разному в зависимости от того, какое силовое поле. То есть, естественно, чем лучше силовое поле описывает органические соединения, тем лучше у вас получается результат. Ну, естественно, вот там было поле UHF, да, по-моему, и MMF. Вот. И, собственно говоря, есть небольшая разница между, допустим, полем MM, который известно, в общем, мы уже использовали, и OPLS, который часто используется для описания органических соединений также. Тут, в общем, видно, что это немножко разные способы, и особо ловкие из вас могут увидеть, что, на самом деле, это попытка разложить сложную функцию в виде чего? Ряда кого? Фурье. Ух ты, как вы все хорошо знаете. Ладно. Итак, значит, тогда у нас, собственно говоря, возникают еще некоторые небольшие неприятности, которые связаны с тем, что у нас бывают углы, то есть необходимость запретить вращение относительно некоторых углов, от которых, по идее, вращение быть может. Но это надо запретить. Давайте посмотрим вот на эту формулу. Вы знаете, что это такое за соединение? Да? Обидно. Тут надо стирать для придания интерактивности лекциям. Давайте его попробуем нарисовать. В чем особенность взаимного расположения вот этих трех атомов? Ну, во-первых, это разумно, что это аргоника, во-вторых, действительно это все лежит в одной плоскости. Значит, если все это лежит в одной плоскости, то нам нужно сделать как-то так, чтобы еще четвертый атом тоже лежит в плоскости. Правильно? Вот этот атом лежит в плоскости. Тоже. У нас есть четыре атома, лежащих в одной плоскости. Но как нам сделать так, чтобы они лежали в одной плоскости с помощью задания трассионных углов? Допустим, мы же не можем запретить вращение, мы, точнее, должны, по идее, раз-два, раз-два-три-четыре. Если мы запретим вращение вокруг этой связи, то это будет не очень хорошо, потому что на самом деле здесь оно возможно. Правда это? Да. Вот здесь возможно вращение вокруг этой связи, она же одинарная. У вас возможно разное расположение вот этого атома, либо сюда, либо сюда, прищелкивание. Поэтому это вращение должно быть разрешено. Тогда что нам делать? Как нам сделать так, чтобы вот эти все четыре атома были в одной плоскости? В принципе, здесь все это написано на слайде, но я хочу, чтобы вы немножко прониклись. А все очень просто. Мы задаем трассионный угол еще один, который называется неправильным. Почему он неправильным? Потому что он идет не по ходу связи. Мы задаем угол следующего вида. Раз-два. Вот такая вот загогулька. Видите? Я могу покрупнее нарисовать. Это означает, что у нас на самом деле вот для этого комбинации атомов запрещено вращение по связи вокруг этой. А вот для этой комбинации атомов оно разрешено. Вот такой хитрый прием используется для того, чтобы сохранять плоскость даже пептидной связи. Так. Что у нас еще тут можно сказать? А больше ничего. Естественно, что для описания, для запрещения вращения, какой у нас должен использоваться потенциал? Как вы думаете? Если у нас вращение разрешено, то это косинус, да? Периодически. А если запрещено? Да. Назовите слово. Хочу сказать слово. Параболический. Естественно, параболический потенциал он явно запрещает, он разрешает какие-то отклонения, но запрещает значительное изменение параметра. Естественно, что в природе все не так уж просто. Часто бывает так, что у нас бывает, что жесткость угла зависит от того, насколько у вас далеко разошлись друг от друга атомы. То есть, чем при колебании атомов по связи можно увидеть, как изменяется жесткость угла. Это называется кросс-составляющая. На самом деле, это достаточно редко используемая вещь, но потенциально она тоже описывается. И, в общем, пример этих потенциалов вы видите на экране. Я не думаю, что на этом стоит остановиться, потому что чаще всего в белках подобные вещи не используются. В биополимерах. Потому что просто не нужно. Теперь, наверное, самое интересное – это некомонентное взаимодействие. Почему это интересно? Потому что мы все с вами знаем, что причина формирования структуры белка – это некомонентное взаимодействие. Правда? Ведь цепочка сформировалась в рибосоме, выползла в воду, свернулась в то, что надо и начала работать. Почему она в воде свернулась? Потому что есть некомонентное взаимодействие. Есть одна проблема с этими взаимодействиями – то, что они формируются как угодно. То есть у них есть возможность формировать взаимодействие через пространство. А это что значит? Это значит, что мы должны перебрать все пары потенциально возможных взаимодействующих атомов. Поэтому у нас часто используется вот эта двойная сумма. Перебираем. Берем один атом и перебираем все остальные, как они могли бы с ним взаимодействовать. Естественно, что эти филатические взаимодействия у нас описываются законом Кулона. Единственное, что есть одна тонкость, сейчас я коротко об этом скажу. Тонкость стоит в том, как нам найти заряд на атомы. Как вы думаете, что это такое заряд атома? Вот мы в химии любили рисовать дельта плюс, дельта минус. К чему равняется дельта вопрос? Что? А как хорошо? Да, то есть на одном атом может быть... Что значит атом поляризуется? Давайте еще раз. Вспомним кванты. Значит у нас повыше, у кого-то больше электронная плотность, у кого-то чуть меньше. Вокруг центра этого атома. Хорошо. Как нам найти дельту, как вы думаете? Табличная дельта. Ну а почему это должно быть табличным? Ведь это очевидно, что это сильно зависит от электронной структуры всей молекулы. Правда ведь? Электронную структуру мы с вами уже умеем определять, наверное, да? Вот. Здесь есть разумное утверждение, что если у нас есть белок, то мы не должны считать электронную структуру всего белка. Мы можем считать электронную структуру каждой аминокислоты, и при этом это будет более-менее справедливо и потом для любой комбинации аминокислот. Ну, более-менее справедливо. Естественно, что в таких случаях все равно мы используем кванты. И что мы находим из квантов? Ну, берем какую-нибудь молекулу небольшую, аминокислоту, да? Находим для нее что? Электронную плотность. Где у вас все находятся электроны? С какой вероятностью, да? Волновую функцию, да? Естественно, как мы из волновой функции получим зарядные атомы? Там есть что-то зарядное? Ну, там есть что-то зарядное? Как получить конкретное значение для атома? В составе гистидина. З это заряд ядра. Это из таблицы Менделеева. Не получится. Я хочу от вас не заряд ядра, я хочу заряд на атоме. Тут немножко все сложнее и проще. Значит, смотрите. Вам во время какой-то структурной биоформатики была же, да? Вы все эти электронные плотности рисовали же, да? Вы должны понимать, что электронная плотность, она везде какая-то есть. Это вопрос, в какой уровень отсекрания вы сделаете. Поэтому что делается? Берут и для текущей электронной плотности, которую вы нашли с помощью квантов, начинают располагать, делят все пространство на решетки. В этой решетке начинают располагать единичный положительный заряд. Смотрите, какая сила на него действует. Понятно, да? Потому что электронная плотность оказывает какую-то силу на этот положительный заряд. Либо притягивает, либо отталкивает в зависимости от того системы, которую вы рассматриваете. После того, как вы определили значение в этой решетке, вы можете убрать электронную плотность, а в центр атома поставить какой-то заряд Х. И дальше методом неименьших квадратов изменяет значение этого Х до тех пор, пока у вас дельта по решетке не будет минимальной. Заново рассчитываемое положение единичного заряда. Поняли логику? Или нет? Давайте я попробую нарисовать. Это будет тоже весело. Значит, смотрите, у нас есть заряд какой-то. Центр атома. Центр ядра. Естественно, вокруг него есть какая-то электронная плотность. В общем, как-то вот такая вот. Да? Ну, я пример рисую. Облако. Естественно, что когда мы располагаем единичный заряд, то, допустим, делим все это на много-много решетку, так называемый грид строим. Это даже можно сделать. И, собственно говоря, когда мы ставим единичный заряд в каждую точку этого грида, зная электронную плотность, вы можете сказать, какая сила действует на этот заряд. Правильно? Таким образом, вы можете выбрать те пункты решетки, в которых сила близка к единице, к условному значению. Это будут вот эти точки. Допустим, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и так далее, да? Слишком занудно все эти точки рисовать. Естественно, дальше, что вы можете сделать? Дальше вы выкидываете всю электронную плотность и изменяете вот значение x вот в этом месте так, чтобы у вас на единичный заряд действовали точно такие же силы в тех же самых точках. Метаны наименьших квадратов. Вот у вас какая-то функция есть, да? Вы дальше метаны наименьших квадратов пытаетесь добиться того, чтобы у вас получилось x максимально близко к этому значению. Все. Таким образом вы получили заряд на атоме, в конкретной молекуле. Естественно, что в реальности это делается обычно для каждого остатка аминокислоты. А если у вас появляется какой-то субстрат, который выглядит как не аминокислота и вообще неизвестен, вам нужно посчитать электронную плотность для этого субстрата, это небольшая молекула и сделать ту же самую процедуру. Если вы имеете дело со всякими полимерами, то есть смысл считать электронную плотность для остатков. Как я уже говорил, для аминокислоты это белок, для ДНК это кто? Да, гениально, не все спят. Ну, понимаете, а для… Где сейчас есть биополимеры? Моносахариды. Ну да, какие там остатки у нас? Моносахариды. Моносахариды, гениально. Так что хорошо, что вы почти не спите. Вот, значит, естественно, что… Что тут еще? А, да, тут начинается некоторое веселье, связанное с тем, что у нас с вами есть еще такая переменная, как ε. Но это сейчас мы с ней разберемся. Естественно, на сегодняшний момент есть несколько способов обсчета эстетических взаимодействий. Достаточно сложный расчет, который обычно используется только при расчете маленьких молекул, это разрастание центрального мультиполя. Двойное обрезание – это которое уже сейчас все меньше и меньше используется при расчете биополимеров. Потенциал эрекционного поля – это модифицированное двойное обрезание. Сейчас мы все это в деталях рассмотрим. И сформирование Эвальда. Двойное обрезание, как бы оно смешно ни звучало, это очень простая идея. Идея стоит в том, что вы делите, что у вас в молекуле существует такое понятие, как чайчик-группа. Группа зарядов. Давайте представим себе самый простой пример группы зарядов. Напрягитесь. Атом. Атом слишком громко называть группой, если это… Да, но это слишком просто. Быстрее. Ну ладно, я скажу за вас. Аминная группа, метильная группа, карбоксильная группа. Все они могут быть объединены в некую зарядовую группу. Значит, в чем идея? Идея стоит в том, что вы делите окружение каждого атома на две сферы. В первой сфере вы считаете взаимодействие этого атома со всеми зарядами, которые его окружают. А во второй сфере вы считаете взаимодействие этого атома с группами зарядов, которые его окружают. Понятно? Хорошо. Потенциал реакционного поля. Здесь много-много буков. Но к чему все это сводится? Все это сводится, на самом деле, к тому, чтобы решить одну маленькую проблему. Когда у вас есть потенциал двойного образания при экстатических взаимодействиях, у вас функция выглядит следующим образом. Как у нас закон Кулона выглядит? Как что? Я имею в виду картиночку. Ну да, что-то вот такое, да? Что происходит при катофе, при двойном образании? В каком-то месте, да? Естественно, что в этих местах у нас случаются с вами всяческие артефакты. И это может быть плохо. Это я вам даже покажу, как это выглядит. Естественно, что пытается сделать пункциал реакционного поля? Он пытается сгладить функцию так, чтобы чем ближе к катофу, двойному вот этому, тем функция сводится к нулю. Естественно, что для того, чтобы она сводилась к нулю, нужно иметь некое значение ε, которое, это некое эффективное значение ε, которое должно отражать диэлектрическую проницаемость кого? Белка. Белка, верно. Собственно говоря, а может быть и не белка? А что делать на поверхности белка? Сложно. Там сложно, да. Поэтому давайте возьмем на заметку, что у нас еще появляется такая буква ε. А может давайте еще ее немножко обсудим. Как вы думаете, ε, он что отображает? Буква ε в равене кулона. Кем? Кем ослабляется поле? Среды. Зарядами кого? Среды. Значит, в вакууме у нас ε равняется чему? Единице. В воде чему равняется ε? 80. Почему? Потому что вода перестраивается. Тем более поворачивается и… Сам факт перестройки заряда – это что есть? Ну, это наблюдаемое явление. А по сути, вот я… У меня заряд попал в воду. Что дальше происходит? В воде перед молекулами поворачивается. Но при этом происходит что с точки зрения физики? Во-первых, происходит работа. Потому что вам нужно повернуть эти молекулы. Правильно? Они до этого жили хорошей жизнью. Поворачивались во все стороны и образовывали водородные связи во все стороны. А тут пришел заряд, и надо образовывать связи только в одну сторону водородные, а другой своей стороной смотреть в сторону заряда. К чему это приводит у нас эта работа? К падению какого параметра? Энтеропии. То есть это, в принципе, сравнимо с гидрофобным эффектом. Поэтому давайте, когда мы говорим об Epsilon, мы говорим о том, что нам нужно заставить некую работу. Для работы, для того чтобы перестроить растворитель. А теперь представьте себе, что у меня молекулы воды в моей системе заданы в явном виде. То есть они присутствуют. К чему должно равняться Epsilon? У меня есть белок, а вокруг него маленькие молекулы воды. К чему равняется Epsilon? Ну вот, когда я рассчитываю колонские взаимодействия? Я должен задать Epsilon или нет? Почему? Правильное утверждение – нет. Epsilon равняется единице. Почему? Потому что, если у вас есть молекула воды, и вы считаете, оптимизируете систему, то заряд, попадая в окружение молекул воды, он уже начинает на них как-то действовать. То есть это вот влияние уже явно описывается взаимодействиями заряда с водой. Поэтому, если вода у вас задана в виде молекул, в виде шариков, чего-то там, то Epsilon равняется чему? Единице. Запоминаем это. Это очень важный вопрос на зачете. Так. Естественно, суммирование Эвальда. Когда-то некий Эвальд, исследуя кристаллы, установил, что, в принципе, взаимодействие есть еще между разными кристаллическими ячейками электростатическими. Поэтому, по большому счету, надо суммировать наши электростатические взаимодействия по еще количеству кристаллических ячейок. То есть сумма вместо двойной прощается в пятерную, где еще x, y, z – это у вас пространство. Направление по x, по y, по z. Что, в общем, наносит ощутимый вред скорости счета. Понятно почему, да? Хорошо. Но достижение Эвальда стояло не в этом, в том, что он догадался вроде бы до очевидного, а в том, что он предложил использовать Fourier преобразования для того, чтобы этот счет казался более-менее разумным. И, собственно говоря, разделил на три компоненты, которые у нас есть с вами, вот этот потенциал взаимодействия. И один, вот самый сложный компонент – это обратного взаимодействия по ячейкам. Здесь Rec, здесь написано Receptional. Он, собственно говоря, и рассчитывается с помощью рядов Fourier. А это понятно почему, да? Почему это должно рассчитываться с помощью Fourier преобразования? А? Не, во-первых, быстрее, а по сути, на пальцах. Вот у вас есть кубик с чем-то, с водой и с белком. Здесь еще один кубик, еще один кубик, еще один кубик, еще один кубик, еще один кубик. То, что будет затухающее периодическое влияние, что очень хорошо описывается нашими 7 знаете чем. Вот. Поэтому, собственно говоря, таким образом и введено преобразование Эвальда. И на текущий момент есть несколько быстрых и эффективных компьютерных вычислений, которые позволяют увидеть, ну, использовать прямые вычисления электроцетики по Эвальду в наших компьютерах. Одно из них – это PME, это Particle Mesh Ewell. Здесь, как вы видите, в принципе, из перевода можно легко понять, что это описывается некая решетка зарядов на границе нашей ячейки. Так, что у нас еще есть? А, самое забавное. Да, вы будете в практику попытаться промоделировать образование бесслой из случайных липидов. Я вам показывал, по-моему, на первой лекции, да, там что-то шевелилось, ну, что за бесслой. Так вот, в зависимости от того, какой тип расчета электростатики вы используете, вы можете получить разные результаты. К примеру, с PME вы получите бесслой, а с котов получите кругляшок. Почему кругляшок? Потому что котов кругляшок сам по себе. И ожидается, что на границах его у вас статистические взаимодействия будут обрезаться. Естественно, что это будет не очень хорошо работать. А PME, который учитывает взаимодействие со всеми ячейками, и тут я сейчас немножко сбегу вперед, то что ячейки, они способны отражаться друг от друга. То есть это как бы вы можете создать некое такое условие, что вот рядом с этой есть копии этой ячейки. Естественно, когда при подобных типах расчетов у вас показывается, что ячейки, они все как бы отражаются, у вас появляется бесконечная плоская заряда, которая, естественно, становится выгодной именно когда вы используете вот это вот суммирование Эвальда. Так, у нас сколько, будем перевод делать или нет? У меня еще много слайдов. А? Да, давайте вперед, из песни. Значит, естественно, что взаимодействие взаимодействие, все помнят, что это такое или нет. В основе взаимодействия взаимодействия лежат электронные эффекты, дисперсионные и обменные. Суть этого стоит эффекта в том, что у вас при каких-то условиях начинает возникать поляризация электронных облаков, и они к друг другу могут не сильно притягиваться. То есть это слабое взаимодействие, очень сложно обсчитывать. То есть даже в квантовой механике очень высокий уровень теории должен быть для того, чтобы посчитать эти эффекты. В молекулярной механике приведено простое уравнение, которое называется специально Эрнда Джонса. Он выглядит следующим образом, если его нарисовать. Всем видно, что я нарисовал, да? По tx, как вы думаете, что это такое? Расстояние между двумя объектами, да, между двумя атомами. А здесь, естественно, энергия. Теперь скажите мне, чему равняется ε и чему равняется σ на этом графике? Вот у вас уравнение. Здесь какие параметры, как вы догадываетесь? ε и σ, да? r переменная. Чему на этом графике равняется σ? Сигма? Нет. Тогда нет. Верно. Очевидно, что если σ равняется r, то вот это будет равняться 0. Помните в школе такой прием? Если что-то, то находим пересечение с тем-то. Вот. Это у нас σ. И тогда ε что-то такое? Да, насколько глубоко у нас просаживается эта функция? А, Леонарда. Нет. Это я описался. Значит… В чем особенность этой функции? Особенность функции стоит в том, что если мы приблизим два атома близко, у нас получится положительное значение энергии, и только для определенного диапазона значения у нас получается отрицательное значение. Естественно, когда они друг от друга уходят на бесконечность, эта энергия будет стремиться к нулю снизу. Вот в чем особенность этого функционального диапазона Джонса. Есть и всякие модификации, которые выглядят с точки зрения расчетов по-разному, но суть все равно одна и та же. Это примерно воспроизведение подобной формы функции, ну, с каким-то количеством параметров. А? Для описания интервальцев у гуманистов хватает. Сейчас я объясню, как еще это работает. Значит, естественно, что если у вас много типов атомов, то для каждой пары описывать потенциал неправильно. Поэтому существуют некие правила. Правила, так называемые смешивания, они стоят в очень простом. То, что вы находите в интервальстве взаимодействия между одноименными атомами, а между разноименными взаимодействия, вы оцениваете либо как для сигма это должно быть среднее арифметическое, а для эпсалон среднее геометрическое. И, естественно, таким образом это достаточно хорошо работает. Есть одна маленькая тонкость. Что такое 1-4 взаимодействия? Как вы думаете? Внимание, чтение слайда. Ничего не привело. Давайте быстрее думать. 1-4 взаимодействия. 1-4 взаимодействия называется взаимодействие через три ковалентных связи. То есть там, где у нас есть вращение вокруг валентного угла, который идет за номером 2-3. Понятно, да? Ну ладно, если непонятно, давайте. Естественно, что нас интересует 1-4 взаимодействия, это вот эти. 1-4 взаимодействия, в принципе, у вас уже в торсионный угол вы вложили информацию о том, как они друг от друга будут отталкиваться эти атомы 1-4 вокруг связи 2-3. Но в некоторых соловых полях используется некое правило дополнительное, когда у вас эти взаимодействия, либо эти взаимодействия между атомами 1-4 в интервальсе не учитываются вообще, а могут учитываться частично. Например, это поля семейства Амбир и ОПЛС. То есть это позволяет еще дополнительно вводить эффективный расчет для интервальсовых взаимодействий. Так, водородные связи. На самом деле водородная связь – вещь достаточно сложная для описания с точки макулярной механики. Почему? Помните, какие условия вы выдвигали, когда анализировали рентгеновские структуры наличие водородной связи? Какие это условия должны быть? И? Только ли расстояние? Ну хорошо, атомы. Допустим, атомы вы выбрали. А это… Что еще? На самом деле там должен быть еще угол. Почему угол должен быть? Потому что здесь электронная пара, она не находится точно на линии, правда ведь? Давайте вспомним. Сколько, допустим, угол кислорода электронов на внешней оболочке, когда она образует двойную связь? Вот так у нас такие рожки. Соответственно, вот здесь должен быть какой-то угол, потому что электронная пара смотрит сюда, ее облако. Так вот, этот угол должен быть меньше 35 градусов, а это расстояние меньше какого-то. В зависимости от того, какой вы рассматриваете здесь, донор или акцептор. Примерно там 3,5. Хотя это завышенное значение, ну пусть будет так. Естественно, что если мы хотим исследовать эти взаимодействия, и мы хотим считать еще воду, то получается, что мы должны очень много считать расстояния и углов для воды. И причем не просто для соседей, а прям по всему объему, двойные суммы. Это очень тяжело, поэтому на самом деле сделал некоторое упрощение. Для атомов, которые могут участвовать в образовании водородной связи, существуют модифицированные параметры, которые приводят к тому, что кулоновское взаимодействие и модервальцево, что у нас очень хорошо воспроизводится геометрия водородной связи. Понятно почему, да? Мы берем и объявляем, что этот кислород может тянуться к водородам, которые присоединены к определенным типам водородов. Естественно, что и уменьшая кулоновское отталкивание этих кислородов, и стали им чуть меньше электроцветательные заряды, мы получаем хороший треугольник. То есть его всегда можно на самом деле легко посчитать. Таким образом, мы сильно ускоряем наш счет и можем считать большие кубики воды. Тут, в общем, есть разные модификации на эту тему. Есть модификации, которые в явном виде уже учитывают и расположение электронной пары, предполагаемое расположение электронной пары и водорода. В данном случае здесь все достаточно просто, но считать это сложно и не нужно. Это нужно только в тех случаях, когда у вас какие-то очень сложные, очень нужно точно обсчитывать водородные связи или какую-нибудь систему. Так, эффективный парный потенциал. Здесь речь идет в основном о том, что если мы возьмем изолированную молекулу воды, то у нас будет один результат. Нам нужно определенные свойства для этой молекулы, когда она изолирована в вакууме. А если мы берем фазу воды? Естественно, все говорят, что при этом что-то меняется. И действительно должно меняться, потому что все молекулы воды в среднем производят по 3 водородные связи, находясь в фазе воды. Естественно, все это приводит к колоссальному изменению электронных свойств. И как результат у нас получается, что очень сложно посчитать все параметры для силового поля, для воды, если бы вы рассматривали ее как отдельную молекулу. Поэтому надо ее адаптировать, этот параметр, под то, чтобы у вас получалась фаза, хорошее состояние для фазы. Ну это, собственно говоря, при этом происходит оптимизация частичных зарядов. Значит, молекулы воды — это сложный объект, у нас существует несколько типов моделей. Давайте посмотрим. Простые модели. В чем состоит суть этих моделей? Тип 3p, тип 4p и тип 5p. 3, 4, 5. Как вы думаете, что это значит? Количество частиц, которые используются в этой воде. Вопрос на засыпку. Почему есть такой понятие, почему там p может быть больше 3? Откуда берется эта зелененькая штучка? У нас есть какие-то облака, которые как-то зависят от того, как у вас что-то там происходит в этой фазе. В фазе молекул воды. Поэтому для того, чтобы это как-то поточнее описать и получить воду, которая обладала именно правильной теплотой испарения, правильным дипольным моментом и прочим, трех точек недостаточно. Поэтому в эту точку, догадайтесь, что выносит? Заряд. Заряд. То есть у четвертой точки и у пятой есть только заряд, но нет никакой массы. То есть это, в принципе, жесткая конструкция. И, в принципе, все вот эти простые типы молекул воды подразумевают, что они являются просто жесткими треугольничками. Что у них нет колебаний ни по валентной связи, ни по валентному углу. Это делается только из-за того, чтобы у нас мы могли использовать большие объемы растворителя, в которых у нас будут находиться наши растворенные вещества, наши белки, которые нам нужно обсчитывать. Все это называется еще также твердотильной молекулой воды. Потенциально вы можете включить в молекулы воды поляризацию. Что это означает? Поляризация – это когда у вас немножко меняется, должно меняться расположение электронного облака в воде, когда она подходит к какому-то заряду. Естественно, когда у вас вода начинает координироваться вокруг плюс или минус, у нее может быть другое распределение электронной плотности. Как это можно решить? Очень просто. Мы уже добавляем зеленую точечку, в которой находится заряд, но она на пружинке. И может находиться где угодно, вокруг атома кислорода, то есть на каком-то небольшом расстоянии. Таким образом, в зависимости от того, если вы приблизили плюс, то эта точечка стремится к плюсу, допустим, если отрицательно заряженная, а если поместили минус, то она будет от него убегать. Тем самым у вас получится более точное описание, так называемая поляризационная модель воды. Естественно, что для данного случая может быть вот эта точка, она может двигаться вправо-влево, вот так крутиться. Но бывают другие случаи, когда точки не двигаются, а меняются значения на четырех каких-то заданных позициях. Но тут есть одна проблема, что второй вариант гораздо более сложен для расчета массового расчета. Вот. Естественно, многие люди давно пытаются, пытались бы, и до сих пор, может быть, они до сих пор не пытаются, описать воду квантово-механически. Но когда мы рассматриваем такие парные взаимодействия и сложные уравнения, вот это сводится к тому, что у нас не получается хорошего описания для фазы воды. Еще раз хочу сказать, что фаза воды – это нечто отличное, чем вода, то есть вода в жидком состоянии, мелкие и другие немножко свойства, чем вода в испарированном состоянии. А когда мы с вами рассматриваем индивидуальные молекулы, мы понимаем, что у нас все находится в газовой фазе. Вот тут я скопипастил, кстати, почему-то не видно, этого человека зовут Карл Кэлеман. И он написал следующие слова. В общем, из хулиганских соображений я это скопировал, потому что здесь написано следующее. что так или иначе обынивающего модели не работают, а хорошо работают те, которые хорошо подогнаны. И поэтому, в принципе, хорошее описание воды все равно не получается. Получается более-менее приемлемое описание воды, но тем не менее мы всегда должны стремиться к тому, что у нас получилось все более-менее симпатично. То есть главное, чтобы у нас белок вел себя правильно, а уж как точно мы описываем воду, тут, к сожалению, все сложно сказать. Тут на эту тему, конечно, можно разводить бесконечные рассуждения о гомеопатии, памяти воды и все что угодно, но давайте это не будет целью наших обсуждений, как минимум, хотя потому что у нас нет времени. Итак, часто используется некоторое упрощение. Допустим, у вас есть аланин, да? Что у аланина есть в качестве бокового радикала? Метильная группа. Водороды — это метильные группы, в чем-нибудь участвуют? В каких-то взаимодействиях, где водороды явно не нужны, правда ведь? Ну, в явном виде. Поэтому их заменяют на неявные вещи, просто берут, эти водороды вычеркивают из системы, а к массе углерода прибавляют единичку. Ну и немножко увеличивают его радиус. Таким образом мы сильно упрощаем количество электричества в системе и можем считать, что это более-менее явно быстрее. Естественно, что здесь есть некоторые проблемы. Одна из этих проблем, допустим, если мы уберем атом водорода, уберете, у какого атома в аминокислоте? Да нет, нет, нет. Мы убираем только водороды от аглеродов. Какой углерод в этом смысле будет печален для нас? Логика другая, логика механистическая. Логика то, что с альфа, если мы уберем водород, то у нас возможно потенциальное переключение из L в D аминокислоту. Понимаете, вот этот треугольничек, он может вот так перещелкиваться. У вас не будет... Давайте я сейчас быстренько нарисую. В нормальном случае это выглядит вот так, да? Там у нас треугольничек, здесь C альфа и наверх смотрит H, да? А здесь какая-то высота над этой призмой, да? Если вы уберете этот водород, то потенциально этот, с точки зрения всех взаимодействий, этот C альфа может находиться как снизу плоскости из трех атомов, так и сверху. Ну, короче, какая-то сила его толкнет и все, у нас будет переключение. И это бессмысленно. Поэтому часто, когда в таких полях, с такими полями вы имеете дело, надо обязательно пытаться как-то нивелировать этот эффект. Ну, с помощью торсионных углов, все что угодно. Это не параметр с темных углов. Но это было исторически достаточно давно, вот этот подход. И на сегодняшний момент он не часто используется. Потому что все-таки посчитать плюс несколько водородов – это не так уж страшно. Но пытливый человеческий ум пошел дальше. Небезосвестный персонаж Маринник из университета Гронингена, там, где разрабатывался исходный Громакс, они, в общем, дошли до того, что продолжили дальнейшее упрощение. Это когда несколько тяжелых атомов объединяются в одну частицу. Для чего это делается? Для того, чтобы работать с очень большими системами. Теперь давайте подумаем, насколько большие системы это могут быть. Или давайте посмотрим, какого типа упрощения это. Вот, допустим, несколько молекул воды определяются в один шарик. Липид, допустим, у него исходно 50 атомов, он превращается, во сколько, в 10 кружочков, в 10 частиц. Ну и, собственно говоря, и так далее, и тому подобное. Естественно, что у каждого кружочка должны быть свои свойства. Сейчас я посмотрю следующую картинку. Что мы тут теряем? Давайте внимательно посмотрим на аминокислоты. Видно, что весь остров аминокислоты превращается в виде одной частицы. Естественно, одна частица не может описать водородные связи в острове. Какие значимые водородные связи в острове вы знаете? Да, она единственная, да? Это значимая водородная связь. А вот как она реализуется, вы должны знать точно. Эта водородная связь может приводить к формированию двух вариантов элементов вторичной структуры. Какие это? Альфа-спирали и бета-тяжи. Естественно, что с помощью одной частицы вы дискриминировать это в явном виде не сможете. Поэтому для того, чтобы воспроизвести структуру белка, накладываются дополнительные ограничения, которые описывают взаимодействия внутри острова. Они генерируются из старичной структуры. Но тогда взаимодействия боковых радикалов, тем не менее, остаются в силе. Потому что у вас здесь есть разные частицы. Допустим, вот эта частица, очевидно, будет иметь заряд какой? Да, а почему? Потому что эргинин. Отлично. Вы видите даже на глазок, что это эргинин. Шикарно. И так далее. Естественно, там всякие флюрены можно описывать каким-то. То есть один цикл или какое-то количество атомов вы описываете. Обычно четыре атома тяжелых вы описываете в виде одной частицы. Как это выглядит? Вот так выглядит система, в которой люди моделируют положение какого-то пептида. Как видите, воды, помните то, что я вам мультик показывал? Вода была явно мельче, да? И липиды были какие-то более тонкие и гибкие. Здесь видно, что один липид представлен действительно десятью частицами, а пептид представлен каким-то тоже количеством частиц. Значит, что здесь у нас есть? Здесь опять есть случайная смесь липидов, пептида и воды. После моделирования вы получаете красивый бесслой. А? Здесь? Ну, знаете, я снимал картинку с их сайта, и там написано, что у них random mixture. А в реальности, ну, если вам казалось, что у меня случайнее, давайте я вам продумаю практику, в которой вы сами все это сделаете. Если хотите. Вот. Ну, к чему все это приводит? Это все приводит, конечно, вот это все можно было бы сделать на этапе и простой популярной механики, там, где вы описываете все, каждый атом по отдельности. Но эти, господа, пошли дальше. И как вы думаете, что это такое за частица? А? Липосома. Липосома, да. Гигантская рипосома, которая еще состоит из нескольких типов липидов. И, собственно говоря, ее размеры составляют примерно 100 на метр, да? А 100 на метр у нас сколько? Тысяча. Тысяча. Как вы думаете, PDB-файл может показать структуру, в которой есть координаты 1001 экстрем? Может или не может? Я не помню формат PDV. По-моему, не может. Вот. И мало того, что формат PDB еще не может вам показать номер остатка больше 10000. То есть вы можете представить, что на сегодняшний момент термированные даже форматы описания биомолекул не заточены под такого вида системы. Но, тем не менее, уже моделирование и какие-то расчеты на эту тему есть. И, в общем, люди умудрились даже посчитать какой-то большой кусок мембран, состоящий из более чем 60 разных типов липидов, да? Поэтому, конечно, такой тип направления моделирования тоже важен и достаточно интересен, потому что этим можно попытаться помоделировать известное явление, как какой цитоз? Экзоцитоз? Эй-энд, а? Какой? Какой? А какой? Кроме эндонос, вы имели в виду? Экзоцитоз. Я думаю, что эрз, наверное, нет, скорее энда. Но тем не менее, пусть это остается личным мнением, может быть, у вас все это получится. Поэтому моделирование таких больших систем тоже уже дает нам представление о поведении, о том, как изгибаются мембраны клетки и так далее. То есть чисто теоретически, если все это дальше будет в том же самом направлении, мы с вами можем получить уже молекулярно-механическую модель всей клетки. Ну, теоретически. Если у нас есть даже уже модель лепасон. Ну, и теперь немножко в другую сторону. Это рассказ про то, как можно моделировать совершенно с другой стороны. Вот, допустим, пришел ко мне человек, мы с ним обсуждали. Он хотел промоделировать процесс напыления кремния на подложке для создания какой-то микроэлектроники. И вот вопрос был такой. С какой скоростью нужно подавать молекулы СО2 для того, чтобы они образовали слой, у которого там неровности не превышают каких-то количества нанометров. Собственно говоря, решение для этого очень простое. Ведь вы знаете, что при образовании стекла СО2 образует кованентные связи сам с собой, разрывая то, что мы знаем, вот эти связи с СО. Естественно, для этого макеронная механика вообще не подходит никак, да? Но, тем не менее, решение есть. Потому что, когда все кованентные связи заменяются просто сильно усиленными, некованентными взаимодействиями. И как результат вы получаете, опять же, структуры очень похожие и выглядящие правильно. И человек таким образом исследовал порядка 5 миллионов атомов, которые постепенно падали на подложку и образовывали разные структуры, всякие неровности. И это оказалось очень хорошо, совпадало с экспериментом. А, и это последний слайд. Ну, почти. Ну что, есть вопросы? Да, я понимаю, что многовато может быть, да? Хорошо. Тогда пойдемте в компьютерный класс. Значит, да, я хочу сказать, что я решил немножко перетестировать программу практикумов в пользу того, чтобы вы могли поработать чуть более интересными объектами, там, моделировать методинамику, можно методинамику с КОМММ и прочее. Вы даже, может быть, фолдинг попытаться сделать. И поэтому я тут сделал так, что у нас должно быть два практикума по расчету параметров для молекулярной механики. Я их объединил в один, а вторую часть практикума...